Продолжается наш эфир и сразу сообщаю вам важную новость. В конце июля на белорусской краудфандинговой платформе объявили о запуске компании Покед. Пакет. В ней цель 99 и оператор вторичных материалов ресурсов предложили белорусам купить тканевую эко-сумку по цене обычного целлофанового пакета. Пять стильных торб разных размеров всего за один рубль. За семь часов все сумки были распроданы, это почти каждую минуту покупали две сумки. Таким образом, Покед стала самой рекордно быстрой краудфандинговой, фух, сказал компания в истории Беларуси, друзья. И мы пригласили в студию инициатора компании Наталью Гринцевич и представителя краудфандинговой платформы Алину Лисакович, чтобы узнать абсолютно все подробности. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Я вот предлагаю, знаете, сразу со старта какое-то заменить краудфандинговое вот это вот начало каким-то нашим салянским словом. Не нравится тебе слово. Да, тяжело, конечно. Заменить можно народное финансирование. Народное финансирование? Народное финансирование, хорошо, берем. Ну, расскажите нам про Пакет-Пакет. Люди многие это видели и в сети, и сейчас об этом говорят. Что за акции, для кого она и зачем? В принципе, вот этот проект Пакет-Пакет, это в первую очередь привлечь внимание людей к увеличению образования отходов пластмасс. И самое простое, это пакет. Практически каждый день мы приходим в магазин, и когда уже осуществляем покупки, слышим, пакет нужен. Нужен. И вот этот пакет, как правило, очень многие из нас не отказываются от этого пакета. Конечно, нужен. Куда положить продукты? Куда положить? А раньше еще одно время, когда бесплатно давали, конечно, давайте три пускай будет. Я еще мусор туда положу. И получается, что в принципе, в среднем один белорус за год приобретает около 400 пакетов. Если мы перемножаем на количество жителей в республике, да, это больше 4 миллиардов пакетов в год. Боже мой. То есть это огромная цифра, да. Никто не думает, но индустрия вообще полимеров шагнула с 50-х годов прошлого века вперед. И очень увеличилось количество, по сути, одноразовых вещей. Процесс разложения которых от столетия до практически тысячелетия. То есть мы умрем, а вот эти вот отходы еще будут существовать века, да. Мы будем жить вечно, а пакеты пускай нет. Поэтому мы будем ходить с экологическими сумками. Вот, они будут долговечны, многоразовые. Тем самым мы уменьшим количество отходов, которые остаются после нас. Вот, правильно. Хорошее дело какое. Алина, вообще, как много акций экологического характера являются на краудфандинговой платформе? На самом деле, с каждым годом таких проектов становится все больше и больше. Это нас очень радует. На практике из последних, например, это создание уникального лабиринта из деревьев гинго-белоба. Да, знаем такое. Да, это деревья, которые растут больше двух тысяч лет. Или, например, привоз в Минск Бея Джонсон. Это автор бестселлера «Дом без отходов». Как раз-таки те показательные проекты, когда можно эту тему привязать к краудфандингу, решить какую-то проблему. И за четыре с половиной года работы нашей площадки 280 проектов уже реализовано. В том числе экология, культура, искусство, урбанистика, различные проекты. И мы всегда рады помочь нашей площадке, нашей площадкой в том, также для решения проблемы, например, либо вовлечения людей в решение этой проблемы. И как раз-таки акция и проект «Пакет-пакет» — это яркий такой представитель экологичного проекта с решением какой-то проблемы. И поэтому мы с удовольствием стали партнером этого проекта. А на что люди охотнее скидываются? Можно сказать это слово? Можно употребить? Вкладывают деньги в какие проекты? Финансируют. Вы заметили, что экологию, например, лучше? Или там детям помогают? Я не знаю. Какие на ваш взгляд? На самом деле, в целом есть несколько мотивов у людей. Но вы нам так не все сразу уже? Вы самую напишите, а расскажите так вот буквально. Есть люди, которые хотят поддержать просто потому, что это отличная инициатива. Они хотят быть сопричастными к этой инициативе. А есть люди, которые хотят получить какой-то конкретный продукт. Как раз-таки проект «Пакет-пакет» — это и набор эко-сумок, 5 эко-сумок, и очень привлекательная цена. Поэтому и плюс еще инициатива решения проблем. Поэтому здесь комбо всего. Все получилось. Ну вот, слушайте, хорошо, эко-сумки, с ними проблему решили. Мы пришли в магазин, сложили туда свои продукты, мы приходим домой, но у нас снова там пластиковые пакеты, которые вот всегда лежал у нас пакет с пакетами. Что с ними делать? Не отказываться же от них? У нас люди в жизни не выбросят пакеты на свалку просто так. Нет, ну дело в том, что эти пакеты просто можно дальше использовать. Это тоже мусорное ведро, можно застелить этим пакетом, который у вас уже есть. Допустим, даже с этим же пакетом... А есть многоразовые мусорные пакеты? Нет. Как ты себе это представляешь? Ребята, бизнес вам придумал сейчас. Если вы наслышите, все, многоразовые мусорные пакеты. Ну, мусор мы собираем опять же в пластиковый пакет, и этот пластиковый пакет опять же идет на свалку. И что, он там перерабатывается, либо опять же он пытается разлагаться 400 лет? Да, он опять-таки попадает на свалку, но когда мы запускали вот этот проект, мы хотели обратить внимание именно людей на эту проблему, чтобы люди задумались, а стоит ли лишний раз приобрести пакет, какую-то одноразовую вещь, посуду. Ученые подсчитали, что около 40% одноразовых вещей живут меньше месяца. То есть, по сути, они сразу из магазина, приходя домой с той или иной вещью, человек ее выбрасывает. Да, правда. То есть, хочется, чтобы мы просто, ну вот, задумались, а нужно ли нам это? От чего-то отказались. Но вот зато у нас уже в обиходе что есть? Эко-сумка есть, собственная чашка есть, как минимум. А если прийти на какой-то эко-маркет, тебе там столько невообразимого количества вещей предложат, которыми ты можешь пользоваться каждый день и беречь природу. Вот странно, знаешь, я о чем думаю? О чем? Раньше, помнишь, когда наши родители, бабушки и дедушки были, были очень модные авоськи. С авоськами всегда ходили? Потом авоська, это стал прям какой-то ужас, прям кич. Все говорили, что как-то можно с авоськой ходить, и сейчас они опять возвращаются к нам. Видите, как все циклично у нас. Авоськи есть? Да, авоськи есть. И вот в рамках нашего проекта «Пакет-пакет» у нас был модный показ на полигоне и на мусоросортировочном заводе. То есть там у нас были представлены известные белорусские модели, известные просто люди. Как вы их туда заманили, мне интересно? Мусорную свалку. Модель и мусорную свалку. Идеи. Идеи. Да, то есть они у нас были в брендовой одежде и с авоськами. И в принципе это было классно. Ну да, мы видели фотоотчеты, там даже вот прекрасные наши коллеги тоже участвовали в этом проекте. Поэтому спасибо, что проявляете такую инициативу, спасибо, что вы поддерживаете. Я надеюсь, что в скором времени мы будем приходить в магазин и видеть абсолютно всех с модными косумками. Там уже можно какой-то принт свой придумать интересный. Да, Андрей? Будешь ходить с косумкой в магазин? Абсолютно. Я, конечно же, и с авоськой, и с косумкой. Это мое. Это моя любимая ниша. Значит, друзья, на гостях были директор государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич. И директор по развитию краудфандинговой платформы Алина Лисакович. Да, мое любимое слово.